Дорогие девушки, здравствуйте! Меня зовут Жанна Санджак, я визажист, я работаю визажистом уже 25 лет, и я обучаю искусству красоты. Я знаю, что многим женщинам, особенно после 40, ну очень важно выглядеть хорошо, ну потому что мы понимаем, что мы не молодеем, наша внешность меняется, а вокруг или там журналы, или интернет, или просто красивые женщины молодые ходят, и мы, глядя на них, думаем, ну всё, моё время прошло, наступила старость, я меняюсь, и что с этим делать? А все остальные такие красивые, а мне не повезло. Так вот, я хочу немножечко развеять этот миф, потому что на самом деле есть потрясающие инструменты, которые позволяют выглядеть хорошо и в 40, и в 45, и за 50, и за 80 в том числе. Мне 49 лет, я сейчас очень увлечена, точнее не сейчас, уже несколько лет таким направлением, как цветоколорит. Что такое цветоколорит? Это то направление, которое позволяет очень хорошо изучить себя, свою фактуру. Когда мы молодые, мы можем носить всё, что угодно, краситься как угодно, и на молодой, натянутой, красивой коже всё это выглядит великолепно. Но вот когда мы взрослеем, и у нас появляются морщины, синяки, малярные мешки, птос и так далее, мы не знаем, что с этим делать, у нас не было такого опыта. Оказывается, правильно выбранные аксессуары, макияж, укладка, цвет волос и цвет одежды очень здорово создают омолаживающий эффект. И если вы не знаете, как это работает, я готова помочь, поэтому приходите, пожалуйста, на неделю красоты по цветоколоритам. Эту неделю мы с вами будем изучать, как устроен цвет, а цвет это не только конкретно цвет, цвет ещё имеет и фактуру, и форму, поэтому правильно выбирая цвет хотя бы в районе зоны портрета, мы можем значительно улучшить своё отражение в зеркале, потому что то, что мы надеваем около лица, очень здорово отражается на лице. Поэтому грамотно выбранный макияж, плюс, тоже с учётом цветоколорита, плюс одежда, аксессуары и цвет волос делают просто потрясающие вещи. Вы смотрите на себя в зеркало и понимаете, что ваша фактура выглядит очень хорошо, и что вот эти все возрастные изменения, они становятся не такие проявленные. Если вы думаете, что кому-то повезло, что вот это генетика и так далее, или куча пластики, или, может быть, бесконечная инъекция, не всегда это так. То есть для того, чтобы выглядеть хорошо в более зрелом возрасте, нам обязательно нужно знать, как устроена наша фактура, в чём её особенности, в чём её достоинства в первую очередь, и как что можно скорректировать. Поэтому просто какой-то элемент нашего образа, он не даёт такой эффект. Именно работает комплекс. Всё важно. И фактура, и цвет, и линии, и формы. И чем старше мы становимся, тем важнее в этом разбираться. Тогда вы всегда будете выглядеть очень хорошо, свежо и молодо. На неделе по цвету и колориту мы с вами будем изучать ваши параметры, то есть какая вы, что вам дано от природы, какие достоинства. Затем мы будем подбирать и определять те цвета, которые именно для вас будут самыми омолаживающими. И поверьте, это не какие-то там 2-3 цвета, это огромная палитра. Затем мы будем делать тест для того, чтобы чётко понять, и вы сами увидите, какие цвета ваше лицо как бы подсвечивают и делают лицо более гладким и ровным. Поверьте, при правильном выборе цвета вы увидите, что ваше лицо выглядит более подтянутым. Автоматически просто идёт эффект лифтинга. И это не какой-то фокус, это просто так устроен цвет, и он так работает. А наша кожа, она на цветовую палитру, которая вокруг, просто очень здорово реагирует и даёт, соответственно, определённый результат. И результат будет или лицо будет более гладким, ровным и чистым по цвету, или результат будет наоборот, что морщины как будто бы становятся более яркие, мешки более проявленные, синяки в том числе и пигментация. То есть все признаки старения становятся более заметны. И на неделе по цветоколориту мы как раз будем изучать, каждая будет знать свои параметры, и каждый из вас получит от меня и от специалиста по цветоколориту обратную связь, чтобы вы чётко понимали, какие у вас параметры. Затем мы подберём вам макияж, стилистику в одежде, потому что очень важно ещё, что цвет, как я говорила, имеет определённую форму и фактуру. Представьте, кожаный красный костюм брючный или шифоновое красное платье. Есть разница? Есть разница. Так вот, у цвета есть немножко, как бы сказать, вес, форма, линия, и поэтому одна и та же помада, например, на разных девушках будет смотреться по-разному. Соответственно, нам нужно выбрать под свой цветоколорит грамотный макияж, понимать, какие стили в одежде нам больше подходят, какие фактуры, какие принты. Вот это всё подробно мы будем с вами изучать. Поэтому, когда вы придёте в магазин, вы уже будете чётко знать, что мне вот это, вот это, вот это не подходит, я даже не рассматриваю эти фактуры, эти цвета. А вот эти цвета, они мне больше подойдут, и после этого вы будете понимать, что вам убирать. Вы экономите время в магазине, вы экономите деньги, вы не покупаете те вещи, которые вам не подходят. Вы сможете пересмотреть свой гардероб и убрать те вещи, которые вас не омолаживают. Поэтому, чем старше, ещё раз говорю, мы становимся, тем важнее знать все эти нюансы, для того, чтобы выглядеть прекрасно в любом возрасте. Это возможно. Поэтому нужно немножечко приложить интеллекта, поизучать себя, и потом создавать гармоничный, красивый, омолаживающий образ. Так что я вас всех жду на неделе колорита, будет очень интересно. Я вам просто открою новую вселенную, и вы посмотрите на себя в зеркало абсолютно другими глазами, молодыми и счастливыми. Спасибо вам за внимание, и до встречи на неделе по цвету колорита.